В ОМВД России по Приморскому краю прошла годовая коллегия, на которой подведены итоги работы за 2022 год и определены задачи на предстоящий период. Оценка нашей работы и ее эффективность в первую очередь схватывается, исходя из того, насколько граждане уверены в своей защищенности и безопасности, находясь на улице, в жилом секторе, как быстро они могут обратиться и получить помощь в эсэйных ситуациях. Изучение общественного мнения показало, что ОМВД России по Приморскому краю находится на 42-м месте. Уровень доверия является средним среди субъектов Российской Федерации. Наша оперативно-служебная деятельность должна быть ориентирована на социально значимые результаты. В заседании принял участие и губернатор Приморского края Олег Кожемяка, который поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестную работу. Прошедший год выдался непростым. Тем не менее, система органов внутренних дел края действовала уверенно и надежно. Так, на высоком уровне были обеспечены общественный порядок и безопасность в период проведения на территории Приморского края значимых, в том числе, международных, общественно-политических, культурных, спортивных мероприятий. Это 7-й Восточно-экономический форум, 7-е международные спортивные игры «Дети Азии», «Единый день голосования», 77-я годовщина Великой Победы в Отечественной войне. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость. Заслужить доверие граждан и удержать его на должном уровне возможно лишь ответственным отношением к делу. В работе на Новый год, ну, приоритеты, скажем так, лично мои, как сотрудника следствия, борьба с преступностью для обеспечения безопасности граждан, соответственно, чтобы наши дети могли жить спокойно, ну и наши предки нами могли гордиться. Сотрудники органов внутренних дел, показавшие высокие результаты в служебной деятельности, удостоены ведомственных наград, а также грамот и благодарности от правительства Приморского края. Ирина Шилина, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.